На Вайкаче продолжается строительство новых домов для расселения островитян из ветхого и аварийного жилья. Накануне в поселке Варных побывали представители органов правопорядка, а также законодательные и исполнительные власти. Делегацию возглавил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. В ходе поездки также проинспектировали социальные объекты и провели встречу с населением. Алина Ваучейская расскажет подробнее. На календаре апрель, но ждать прихода настоящей весны в этих краях придется по всей видимости долго. Здесь сугробы по колено и ледяной шквалистый ветер. Оно и неудивительно. Поселок Варных расположен на священном острове Ненцев в Айгаче, что в Баренцевом море. Но несмотря на то, что здесь суровые условия для жизни, люди остаются, работают и даже строят новые дома. Окруженные снежными стенами новостройки на Варнаке пока смотрятся немного незавершенными. Подрядчик как раз работает над внешней отделкой. Старт стройки нового жилья на Варнаке был дан в июле 2020-го, когда на остров завезли все необходимые материалы. Возвести дома в столь короткий срок удалось за счет современных технологий каркасного строительства. Из легкосплавных металлов каркас и заполнено вспененным полиэстиролом. Толщина 210 миллиметров, что соответствует тепловым, ветровым и конструктивным нагрузкам согласно региону. Одноэтажные домики, всего их четыре, рассчитаны каждой на три семьи. Таким образом, в поселке будет ликвидирована очередь по расселению из аварийного жилья. Варнаки этого события ждут с нетерпением. Ждете новые дома? Конечно. Мы давно ждем. Ну, потому что, допустим, вот этот дом, мы живем там временно. Маленькие дети. Нужно, чтобы было тепло. Строящиеся объекты проинспектировал глава Ненецкого округа Юрий Бездудный. К подрядчику возникли вопросы по отопительной системе. Как выяснилось, установленные сегодня топливные котлы не соответствуют техническому заданию заказчика. Угольная загрузка слишком низкая, поэтому принято решение о их замене. Надежда Леонидовна, по итогам этой поездки пригласите подрядчика и заключите с ним дополнительное соглашение. Заранее предупредите, что с таким котлом мы не примем этот дом на особый контроль. Как только установят новые котлы, подрядчик приступит к чистовой отделке. По условиям контракта сдать все четыре дома должны не позднее декабря 2021 года. Еще один новый объект в Варнаке – модульный ФАП уже готов. Здесь есть все для комфортной работы медика. Кушетки, сухожировой шкаф и даже душевая. Установлены фильтры для очистки воды. Осталось лишь получить лицензию, и тогда прием пациентов будет вестись в чистом, современном, а главное – теплом помещении. Мы посмотрели старый ФАП, совсем убитый, и посмотрели новый ФЗП. Он уже оборудован всем необходимым, пройдет лицензирование, и летом этого года он тоже будет запущен. В целом для Варнака это такой прорыв. Посмотрели баню, которую требует косметического ремонта. Понятно, что все равно все проблемы мы не решим в одночасье. Нужен хороший причал, здесь совершенно никакой интернет, нет мобильной связи. Но постепенно, постепенно, постепенно все эти вопросы будем решать. В завершении рабочей поездки на остров Вайгач представители власти провели встречу с населением. К слову, сегодня в Варнаке проживают порядка 65 человек. В поселке функционирует дом культуры, магазин, баня и фельдшерско-акушерский пункт.